В рамках больших вестей Вести Ульяновск, студия Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Почему вновь и вновь приходится напоминать взрослым людям про пресловутые маски? Из Заволжского торгового центра репортаж Екатерины Лазаревой. Пожар на улице Бакинской. Она хотела обратно, говорит, я ноутбук забыла, а там вот так полыхает все, если зайдешь, все, останешься. За две недели Нового года 29 пожаров в Ульяновске. Кто и кого и чему учат в школе жизни и кто помогает им, некоммерческим социально ориентированным организациям, о верных целях и экономических слагаемых успеха Яна Федорищева. И уже по традиции начинаем наш выпуск с оперативной информации по количеству заболевших ковидом-19 в регионе. По данным Роспотребнадзора на 15 января зарегистрировано 244 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе. Выздоровели 269 человек. Практически год Ульяновск живет в режиме повышенной готовности. Обязательное условие в местах скопления людей носить маски. Правда, некоторым горожанам, предпринимателям и их клиентам так и не хватило времени привыкнуть к обязательному требованию. Полиция и народная дружина ежедневно выявляют нарушителей. Что побеждает? Ответственность или беззаботность? Расскажет Екатерина Лазарева. Вход только в маске и перчатках. Такую надпись можно встретить в каждом магазине Ульяновска. Требование повесить табличку выполнено. Вот только само предупреждение, выведенное большими красными буквами, в жизни воплощают не все. Начало рейда и уже пример, как быть не должно. Клиент без маски. Посетитель в данном случае без маски. Почему вы его обслуживаете? Независимо от того, обслуживаете вы или совершаете иные действия, вы нарушаете указ. Понимаете об этом? Впрочем, с появлением полиции маска быстро нашлась. Первое предупреждение пока обошлось без штрафа. Правда, протокол все-таки составили. Нарушения выявляются. Рейды проходят в ежедневном режиме. В составе входит у нас полиция, гражданская оборона, дружина. Обращаем внимание на отсутствие коврика, разметок, средств индивидуальной защиты. В большинстве магазинов одноразовые маски можно взять на входе. Бесплатно. Но есть и те продавцы, у кого предприимчивость действительно в крови. Цены с накруткой как плата за забывчивость. Поэтому в кармане лучше всегда иметь запасную маску. И покупки делать в тех местах, где думают о своих клиентах. Разметка тоже есть. У журнальчики ведете? Да, конечно. Либо ежедневные рейды дают плоды, либо ульяновцы действительно заботятся о своей безопасности. Нарушений не так много. В большом торговом павильоне всего один протокол. А на очереди рейд по кафе и ресторанам. Ведь пандемия – не время для корпоративов. Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. И с 18 января все школьники региона вернутся к очному режиму обучения. Губернатор Сергей Морозов поручил внести соответствующие изменения в указ о повышенной готовности. Сейчас самое главное, отметил глава области, контролировать соблюдение безопасных условий в школах. Все внеурочные мероприятия отменены. Если будет выявлен хотя бы один случай заболевания коронавирусной инфекцией, то весь класс временно переведут на дистанционное обучение. Сейчас по предписанию Роспотребнадзора закрыт на карантин по COVID-19 и переведен на дистанционное обучение только один класс в Индинском районе, сообщила министр просвещения региона Наталья Семенова. Жителям дома на Бакинской пришлось провести минувшую ночь на улице. В частном секторе вспыхнул одноэтажный дом. Сообщение о пожаре на пуль дежурного поступило в 20 часов 54 минуты. Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Огнем повредило жилой одноэтажный деревянный дом и хозяйственные постройки. По словам очевидцев, сначала коротила проводка, а потом вспыхнула крыша дома. Крыша, у вас там горит. Я, говорит, хватаю ребенка, выбегаю, бегу вниз, чтобы она очень сильно испугалась. Потом хозяйка выбегает, не знаю, в черной куртке. Вот она, говорит, все, что смогла взять, я говорю, бери, все, скорее выбегай дальше. Она хотела обратно, говорит, я ноутбук забыла, а там вот так полыхает, все, если зайдешь, все, останешься. А вы тоже здесь живете, да? Конечно, у меня единственное жилье. Имущество там, все, да? Все, да. У меня дочке 12 лет, мы вдвоем живем. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники и 46 человек личного состава. А в 10 часов вечера горение было полностью ликвидировано. К счастью, никто не пострадал. Точная причина пожара по-прежнему неизвестна. В Ульяновске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере. В деле фигурирует 33 участника преступного сообщества. С 2013 по 2018 год злоумышленники приобретали дорогостоящие иномарки, оформляли на них полисы ОСАГО. В автосервисах их знакомые мастера устанавливали на приобретенные машины поврежденные детали. А затем в безлюдных местах сообщники инсценировали дорожно-транспортное происшествие. Далее фигуранты предоставляли в страховые компании и подразделения госавтоинспекции ложные сведения о времени и месте ДТП вместе с фотографиями, а также эффективное заключение экспертов, где была указана завышенная сумма ущерба. На основании документов впоследствии они получали крупные страховые выплаты. Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, следователями установлена причастность фигурантов к 89 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный 13 строковым компаниям, составил более 35 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу. Поддержать тех, для кого помощь – это профессия. Возможность побороться за грант в самом начале наступившего года появилась у некоммерческих социально-ориентированных организаций. От 300 до 700 тысяч рублей распределят между НКО, исходя из опыта работы. В этом году региональный центр развития готовится отметить 10-летний юбилей. Еще в 2013-м на поддержку выделялось не больше 2 миллионов рублей. Сегодня цифры возросли до 60. На что потратят суммы шестью нулями, выясняла наша съемочная группа. Желебя, с улыбкой, у нас уже вот так вот. Еще недавно почистить, а уж тем более нашинковать овощи для этих ребят было неимоверно сложной задачей. Сегодня они с удовольствием принимают гостей и буквально с порога приглашают всех к обеденному столу. Вот смотри, какая красота у них сегодня получилась. То, что для обычного человека считается элементарным, им приходится отрабатывать месяцами. Для этого оборудовали кухню, гостиную, спальню и санузел. На первый взгляд, самый типичный жилой дом. Выдает распорядок дня. Я хочу стать полностью самостоятельным. Все, чтобы мне ничья помощь не нужна была. Такой целью объединены все постояльцы школы жизни. Кто-то здесь всего пару недель и получается еще далеко не все. А вот Саша в проекте уже второй месяц. Теперь ловко справляется с ножом, утюгом и пылесосом. Во-первых, учиться всегда надо. Как говорится, век живи, век учись. А во-вторых, что-то хочется поменять в своей жизни. До социального дома добирается самостоятельно. Живет далеко. В пути приходится проводить больше часа. И это только в один конец. Все маршруты, магазины, аптеки, коммунальные службы индивидуально отрабатывали совместно с педагогами. Рядом это самое все. В 700 тысяч рублей этой суммы хватило на первые 6 месяцев реабилитационной работы с сотнями инвалидов. Без стабильного финансирования тренировочные квартиры пришлось бы вернуть арендодателю. Но в этом году социально ориентированные НКО смогут побороться за бюджетные деньги. 35 миллионов выделяется правительством на год. В первом конкурсе будет разыграно 20 миллионов. И 15 миллионов будет разыграно во втором конкурсе. В районе 40 организаций получат такую поддержку. В школе жизни, как всегда, много планов на дополнительные деньги смогут сопровождать своих подопечных и в реальных бытовых условиях. Детки, которые прошли курс в тренировочной квартире, у кого есть возможности жить самостоятельно, мы, конечно, их будем переводить на самостоятельное проживание. И здесь самое главное не напугать воспитанников. Ведь стать самостоятельным не значит остаться одному. Вторую половинку каждый для себя найдет рано или поздно. Яна Федорищева и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. 19 января Ульяновская область отметит 78-й день рождения. Сергей Морозов призвал всех жителей региона выразить любовь к родному краю с помощью песен, танцев и стихов. Своё поздравление нужно разместить на сайте заульяновск.ру. Лучшие номера отметят специальными призами. О подготовке и первых участниках Павел Игнатьев. В школе танцев «Серебро» очередная репетиция. Старшая группа разучивает новый номер. Родную Ульяновскую область они поздравили, естественно, в движении. Мы очень долго готовились и очень переживали все. Публика, много людей. И боишься что-то закосячить. Чтобы всё прошло гладко, занятия по несколько часов. Выразить любовь в танце – задача не из простых. Тем интереснее финальное выступление. Ради него коллектив неделями пропадал на репетициях. Нам в этом музыка очень хорошо помогает, эмоции нам в этом очень хорошо помогают. Ну и непосредственно в чём состоит работа хореографа – всё это выразить через движение. Свой клип на сайт «Заульяновск.ру». Участники «Серебра» залили одними из первых. Сейчас они продолжают набирать голоса и претендуют на итоговую победу. Их поздравления не только эстрадный танец. Движение на сцене сменяется видеорядом со знаковыми местами региона. Принимай же тогда поздравления от школы танцев «Заульяновск.ру». Гордимся тобой и желаем прогресса, движения только вперёд. Творческие рамки флешмоб полностью отвергает. Главный критерий поздравления должно быть оригинальным и искренним. Конечно, наша Ульяновская область прежде всего богата людьми. Людьми, которые делали её краше, богаче, сильней и заметней на карте Российской Федерации. И те поздравления, которые сегодня уже приходят, показывают, насколько богат наш любимый край. Право определить лучших предоставлено самим жителям области на сайте «Открытое голосование». Акция продлится до 18 января, а уже на следующий день. Авторы трёх лучших поздравлений получат ценные подарки с символикой родного края. Павел Игнатьев, Виктория Дронова, Алексей Прохоров, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. И вновь в регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Ночью 16 января ожидается сильный снег. О погоде более подробно через несколько секунд. О том, как будут развиваться события в регионе, расскажут Вести на телеканале «Россия-1». На сегодня у меня всё. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что нас смотрели. Будьте здоровы, берегите себя. Приятных вам выходных. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова